Рим удивительный город. Сегодня я покажу вам еще одну скрытую жемчужину этого многогранного и прекрасного города. Дворец Джустиниани Массимо находится вдали от обычных туристических маршрутов, но является одним из самых запоминающихся мест. Почему, спросите вы? Да за его фрески. Они были написаны по произведениям итальянской литературы. Вилла восходит к началу 17 века. Она была построена на земле, где долгое время находились виноградники. Маркиз Винченцо Джустиниани покупает землю и начинается строительство виллы. Архитектор здания до сих пор неизвестен, а портал, который украшал виллу, уже в наше время был перенесен на виллу Челимонтана. Как-нибудь и там прогуляемся с вами. Она находится недалеко отсюда. Винченцо Джустиниани – римский аристократ, маркиз, банкир Ватикана, коллекционер живописи и античной скульптуры. Он собрал коллекцию из более тысячи произведений, и она считается одной из самых престижных того времени. Вилла времен Джустиниани была очень простая, где был небольшой тайный сад. Вилла, как и здание, были украшены старинными статуями со вкусом того времени. К концу 17 века вилла Джустиниани даже была внесена в карту Рима. В начале 18 века в семье Джустиниани ухудшилось материальное положение, и вилла была продана. В 1803 году виллу приобрел Карло Массимо, который и украсил ее фресками. Над циклом фресок работали художники так называемой «Школы Назареев» – Корнелиус, Кох, Овербек и другие художники. И эти фрески сегодня являются главной достопримечательностью комплекса. Художники жили в общинах, у них были длинные волосы, они были очень худые, и именно за этот внешний вид их назвали Назареями. Назареи были вдохновлены итальянским искусством XIII-XIV веков, но также не игнорировали школу Микеланджело и Рафаэля. Хозяин виллы поручил им работу. Сюжет фресок в каждой комнате разный, но их объединяет средневековое возрождение и рыцарские поэмы. Одна комната посвящена божественной комедии Данте, другая посвящена неистовому Орландо Ариосто, а последняя – произведению «Освобожденный Иерусалим Тассо». В комнатах, посвященной божественной комедии, работали два художника. Филипп Виет, который расписал свод комнаты, был вдохновлен песнями «Рая». Художник Кох написал на стенах эпизоды из «Ада» и «Чистилища». Погружаясь в его работу в окружении множества персонажей, можно понять, как сильно Кох любил поэму Данте. Говорят, что он наизусть знал целые песни. Рассматривая фрески, можно вспомнить Страшный суд Микеланджело из Сикстинской капеллы и Страшный суд Синьорелли, который находится в соборе Орвието. Именно оттуда Назареи всегда черпали вдохновение. В одном из моих видео про Орвието вы можете посмотреть фрески Страшный суд Синьорелли. Я прикреплю ссылку. Орвието – потрясающий городок. Но если бы там даже ничего не было и стоял только один собор с фресками Синьорелли, то ради этих фресок я бы вам обязательно посоветовала туда съездить. Вход на виллу Джустиниани Массиму совершенно бесплатный. Единственное, что она открыта только по вторникам, четвергам и воскресеньям. Во вторник и четверг она открыта с 9 до 12, а потом с 16 до 18. А в воскресенье она открыта только с 10 до 12. Данте предстает перед нами как рассказчик и персонаж, которому угрожают три диких зверя в темном лесу до спасительного появления Вергилия. На фресках можно проследить, как Данте сопровождает нас по всему залу, от кающихся, собравшихся на корабле, до проклятых, терзаемых адскими муками. К сожалению, эта комната была самая темная. Она одна из всех, и поэтому некоторые эпизоды я не смогла вам показать в хорошем качестве. Вторая комната посвящена Ариосто. Она расписана одним художником Корольсфельде, который, прежде чем приступить к работе, очень хорошо изучил поэму «Неистовый Орландо». Из тем поэмы в этом зале изображены два главных момента. Бродаманты, женщине-рыцарю и Руджеру предсказывают не только то, что они поженятся, но и то, что они дадут начало самой великой и самой великолепной династии, когда-либо появившейся на свете. Это династия Десты. Битва между христианами и сарацинами. Здесь автор был вдохновлен работой Рафаэля «Пожар в Борго». Рафаэля «Пожар в Борго». Рафаэля «Пожар в Борго». И в третьем зале фрески на тему поэмы «Тассо. Освобожденный Иерусалим». Автор фресок – Овербек. После работы на вилле Джустиниани Массимо на «Заряне» приобрели огромную известность. И это не мудрено. Здесь просто великолепные залы. На видео очень сложно передать эту красоту. Во время работы над фресками этого зала заказчик и хозяин виллы Карло Массимо умирает. У Овербека опустились руки, потому что Карло Массимо все время находился рядом и поддерживал его в работе. Художник отказывается от завершения работы, но сначала изображает в одной из основных сцен портрет Карло Массимо, себя и Тарквато Тассо, автора поэмы. Трех мужчин, без которых все это было бы невозможно. Пока я еще затрудняюсь сказать, где они изображены, но обязательно разгадаю эту загадку. Уже другой художник работает над второстепенными и финальными сценами. Он тоже включает портреты новых владельцев виллы. Кто они и где они, мне тоже предстоит их найти. С 1943 по 1944 год, в то время, когда в Риме были немцы, эту маленькую виллу использовали в качестве столовой для офицеров. Ну что, дорогие мои друзья, я удивила вас сегодня новой жемчужинкой Рима. Виллу Джустиняне Массимо я уже включила в один из моих маршрутов, но этот маршрут экскурсии больше подойдет для тех, кто уже познакомился с главными достопримечательностями Рима. Так что, если вы уже были в Риме, приезжайте еще. Я покажу вам скрытые места этого удивительного города. Продолжение следует... Наступила весна, и в связи с этим я открываю маршрут прогулки по Апиевой дороге. Будет много всего интересного. Этот маршрут рассчитан где-то на 4-5 часов. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. До встречи в Вечном Городе и до новых прогулок на моем канале. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok